Добрый вечер. Это программа «Серьезный разговор». Сегодня гость нашей студии, заместитель мэра по социальным вопросам Наталья Самчук. Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. 578-555, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, звоните и задавайте их. Ну, а мы начинаем. Три темы сегодня у нас есть для обсуждения. Первая тема, наверное, традиционная для начала, относительно начала учебного года. Это состояние дошкольного образования. Вот насколько у нас изменилась ситуация с прошлого года? Каков дефицит мест в детских садах? На сегодняшний день в детские сады направлено детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 45%. То есть, соответственно, 55% детей этого возраста не обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Но, выполняя указания президента Российской Федерации, дети, которым исполнилось на 30 сентября три года, все обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Могу сказать, что по состоянию на начало этого года обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях в городе Череповце детей в возрасте от 1 до 7 лет составила почти 86%. Это неплохой показатель. Это выше в среднем на 20%, чем по Российской Федерации. А количество трехлеток растет у нас, детишек? Да. Поскольку демографическая ситуация меняется, меняется она в лучшую сторону. Детей у нас рождается замечательно, поэтому, безусловно, конечно. Соответственно, дополнительные места какие-то появляются, я так понимаю, в городе? Да. То есть мы понимаем, что мы не должны признать, что мы не можем обеспечить всех детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому мы принимаем ряд мер. Причем эти меры мы начали принимать с 2005 года. И могу сказать, что на сегодняшний день нам удалось увеличить на 4 тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях. Во-первых, мы построили детский сад в Зажигснинском микрорайоне. Мы реконструировали 5 типовых зданий детских садов и тем самым создали еще 740 дополнительных мест. В наших детских садах, функционирующих, мы открыли 109 дополнительных групп. Тем самым также 460 дополнительных мест мы обеспечили для наших детей. Мы строим и в этом году запускаем еще один новый детский сад в Зажигснинском микрорайоне на 485 мест. Поэтому эта задача для нас очень важна. И мы продолжаем и в дальнейшем планируем, безусловно, увеличивать число мест. Принята программа, муниципальная программа развития образования. Мы планируем еще построить 3 детских сада в Зажигснинской части города. Мы планируем еще реконструировать ряд типовых зданий детских садов, которые используются не по назначению в настоящее время. Мы планируем еще открыть 7 дополнительных групп в наших дошкольных образовательных учреждениях. Тем самым еще 175 мест открыть. То есть мы понимаем эту проблему, мы ее решаем поэтапно и считаем неплохо. Хотя, конечно, недостаточно. Мы это понимаем. Ну вот понятие такое, как очередь в детский сад, оно остается не в том плане, что там кто-то где-то стоит. Да, то, что эта очередь существует, и детишки там в порядке этой очереди поступают, и родители получают путевки. Вот каким образом можно записаться и встать в эту очередь, давайте сейчас обсудим. Но прежде предлагаю посмотреть сюжет, в котором постараемся вам объяснить, что не обязательно куда-то идти, вставать рано, ночевать, где-то стоять в очереди. А все это можно сделать дома. Давайте посмотрим, как. Не детская задача отправить ребенка в детский сад. Но с порталом госуслуги.ру отправить заявление в управление образования стало проще простого. Первонаперво понадобится пройти регистрацию на портале. Это не займет много времени, ведь код активации в отделении Ростелеком приходит в течение нескольких минут после внесения данных на сайте. После регистрации следует зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Добавить услугу» и найти в списке «Управление образования мэрии города Череповца». Далее из выпадающего списка выбираем «Прием заявлений», «Постановка на учет» и «Зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение». Нажимаем на кнопку «Получить услугу». Некоторые сведения заполняются автоматически. Это ФИО родителя и его паспортные данные. При необходимости можно внести корректировки. Далее заполняется страница с данными ребенка. Если в семье близнецы, то их сведения можно внести в одно заявление. Ну а если же дети разновозрастные, то на каждого понадобится отдельная заявка. Далее вносится сведение о желаемом дошкольном учреждении. С какого момента планируется отправить ребенка в детский сад. Указываются ограничения по здоровью и льготы. На следующей странице потребуется прикрепить сканированные документы. Это и справки, и свидетельства о рождении, и льготы. Останется только внести свои координаты, электронный почтовый адрес и телефон, куда будет поступать информация о ходе продвижения очереди в детский сад. Никаких ограничений по времени, ведь подать заявку можно в любой удобный день и час. И не выходя из дома, следить в своем личном кабинете портала госуслуг за продвижением электронной заявки в реальной очереди. Талия Евгеньевна, насколько активно череповчане пользуются порталом? Есть ли какая-то статистика? Такая статистика есть. За время предоставления этой услуги в электронном виде воспользуются чуть больше 100 человек. Если люди, скажем, по старинке хотят записаться в очередь в детский сад, что им нужно сделать и когда нужно позаботиться об этом? Во-первых, нужно обратиться в управление образования. При себе нужно иметь обязательно паспорт одного из родителей, либо документ, заменяющий личность с подтверждением регистрации в городе Череповце, либо постоянной, либо временной. Заполнить бланк заявления, соответственно, представить свидетельство о рождении ребенка. Если родители относятся к одной из льготных категорий, дающей право на мне очередное или первоочередное определение ребенка в дошкольном образовательном учреждении, соответственно, представить этот документ. Ну и поскольку у нас автоматическое распределение мест в дошкольных образовательных учреждениях И учитывается дата постановки ребенка на очередь, как можно быстрее после рождения малыша и его регистрации обратиться в управление образования. Но сделать это могут только родители? Либо законопредставители. Хорошо. Еще раз скажу, что если вы вдруг не запомнили все пошаговые такие действия, то вы можете зайти на сайт, городской официальный сайт, черинфа.ру, и там инструкцию найти, что сделать и как записаться посредством интернета. Хорошо. Вы заговорили про льготы. На сегодняшний день кто имеет льготы при распределении в детские сады? Две льготы. Это, как сказала, внеочередное определение и первоочередное определение детей в дошкольно-образовательные учреждения. Все эти льготы регламентированы федеральным законодательством. На внеочередное определение имеют право дети работников Следственного комитета, дети граждан подвергся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, дети работников прокуратуры, дети судей, дети погибших военнослужащих. Первоочередное право имеют дети инвалиды, дети, чьи родители имеют первую и вторую группу инвалидности, дети из многодетных семей, дети работников полиции. Это вообще достаточно очень обширный перечень льготных категорий граждан. Я весь его, наверное, озвучить даже не смогу. Можно подробно также познакомиться на официальном сайте Управления образования. Он достаточно подробный и исчерпывающий. Стали появляться у нас в городе частные детские сады. Насколько они востребованы сегодня? Как ведется контроль за их деятельностью? О том, что все ли права ребенка соблюдаются? Насколько условия там соответствуют нормам? Статус частного детского сада у нас имеет только одно учреждение. Все остальные – это центры развития детей, которые оказывают услуги по присмотру и уходу. Востребованность действительно есть, поскольку мы не можем обеспечить в муниципальной системе дошкольного образования всех местами, поэтому и возникают, наверное, в том числе и вот такие вот центры развития наших детей. Единственное, наверное, ограничение доступности – это достаточно высокая цена. Кто-то готов платить эту цену? Да, безусловно. Я могу сказать, что такие предприниматели в нашем городе появляются. Их более 30 человек, причем этот список пополняется. Поэтому, безусловно, услуга востребована. Что касается контроля за деятельностью этих учреждений, то, скорее всего, эти функции выполняют контрольно-надзорные органы. То есть проверить может прокуратура, проверить может Роспотребнадзор, проверить может лицензионный отдел департамента образования Вологодской области. Мы же, в свою очередь, всегда приглашаем сотрудников и работников данных центров и частного детского сада управления образования на различные круглые столы по повышению квалификации, обсуждению каких-то тем, законов новых, которые вступают в положение и так далее. То есть мы сотрудничаем. Город может что-то посоветовать, поделиться опытным. Да, конечно. К нам присоединяется наш телезритель 578-555. Я повторю, телефон нашей студии прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте, зовут меня Людмила. Я бы хотела узнать. Я родила 30 сентября дочку у мужа, и у меня регистрация не в Череповце, а работа мы в городе непосредственно. У мужа в Истежинском районе, а я в Никорском районе. Вот как бы есть смысл путевки получить в городе. То есть временной регистрации тоже нет? Да, ребенка регистрация будет в Никорском районе. Спасибо. Ну, я говорила, одно из условий – это регистрация в городе Череповце, либо постоянная, либо временная. То есть, чтобы решить вопрос с определением ребенка в детский сад города Череповца, нужно иметь хотя бы временную регистрацию. Если Людмила смогут оформить такую регистрацию, то, безусловно, мы примем этого ребенка. Хорошо, следующую тему, которую хочу обсудить, это вопросы здравоохранения. Вот уже год, как городская медицина перешла в подчинение области. Вот, на ваш взгляд, что изменилось за этот год? Насколько эффективнее стала работа, отношения какие-то в этой сфере? Я думаю, что, наверное, об эффективности прежде всего думали, когда вот это переподчинение происходило. Но, тем не менее, какие-то итоги уже первые подводились? Ну, вы знаете, действительно, современный этап развития системы здравоохранения на сегодняшний момент переживает серьезные реформы, которые затрагивают значительные преобразования в организационно-правовом поле, содержательные преобразования. И, безусловно, это все связано с изменением федерального законодательства и регионального законодательства. Вот, действительно, ровно год, как городская система здравоохранения была передана на уровень субъекта. Цель это, действительно, повысить эффективность, доступность предоставления медицинских услуг. Говорить сейчас об эффективности, наверное, рано, поскольку эффективность оценивается по результатам работы лечебных учреждений. Различные показатели, то есть демографические показатели, показатель заболеваемости, смертности от управляемых причин. Эти итоги будут подведены в начале 2014 года, но могу сказать, что все, что делается на сегодняшний день в городе в сфере здравоохранения, это и открытие сосудистого центра создания, это и изменение статуса нашей городской больницы в областную. Это завершение всех ремонтов в рамках программы модернизации здравоохранения. Они все направлены именно на улучшение качества и доступности медицинских услуг, что должно, безусловно, отразиться на здоровье наших горожан, нашего населения. Ну, то, что теперь медицина стала, скажем, сферой областной, значит ли это, что город так скинул с себя вот такую ответственность, потому что, ну, сфера-то непростая, проблем там достаточно, и теперь, собственно говоря, это головная боль области. Это так? Нет, нет, это не так. Несмотря на то, что прямых полномочий город на сферу здравоохранения не имеет, мы, в общем-то, понимаем, что мы находимся в одной лодке. Мы обслуживаем жителей города Череповца. Все, скажем так, жалобы, либо наоборот, благодарности люди приходят и высказывают именно в органы управления, в органы мэрии. Поэтому, безусловно, мы понимаем все проблемы, которые есть, определенные нюансы, конечно, с переходом. Но могу сказать, что у нас полное взаимопонимание и с главными врачами, и с департаментом здравоохранения Вологодской области. Мы ни в коем случае не отстраняемся от решения вопросов, связанных с улучшением качества медицинских услуг, и принимаем дополнительные на себя обязательства, чтобы повысить качество. Ну, вот одна из проблем, скажем, на сегодняшний момент, я не говорю там какие-то уже внутренние проблемы лечебных учреждений, это нехватка кадров. Все мы это прекрасно ощущаем, да, приходим в поликлиники, в больницы, там существуют очереди, к врачу не записаться. Здесь каким-то образом Череповец сможет участвовать и участвует ли в привлечении кадров, я не знаю, и местных каких-то специалистов, да, вновь возвращаясь, скажем, в муниципальные, в областные, скажем, теперь лечебные учреждения, привлекать каких-то иногородних специалистов. Здесь что можно сделать? На сегодняшний день комплектованность врачами в наших лечебных учреждениях составляет всего 51%. Средний медицинский персонал чуть более 83%. Безусловно, эта ситуация для нас, можно сказать, критическая. Мы прекрасно понимаем, если мы сейчас не поддержим систему здравоохранения города Череповца, мы можем через какое-то время, ну, собственно говоря, за медицинской помощью обращаться в близлежащие города и субъектов. Поэтому еще в прошлом году было принято решение оказывать социальную поддержку в виде компенсации арендной платы за съем жилья для вновь принятых на работу врачей-специалистов в наше лечебное учреждение. И могу сказать, что на сегодняшний день благодаря этой мере соцподдержки мы смогли привлечь 24 врача-специалиста из других городов, регионов нашей России. То есть это вот какие-то варианты и жилье, это основная, скажем, проблема? Да, да, ну да, да. Это, скажем так, были первые шаги в решении жилищных проблем. Мы прекрасно понимаем, что выпускники медицинских академий, наверное, принимают решение приехать в тот или иной регион, в тот или иной лечебное учреждение, если будет решен их жилищный вопрос. Могу сказать, что на сегодняшний день уже одобрена, принята, согласована муниципальная программа обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в которой существует подпрограмма это оказание социальной поддержки работникам сферы здравоохранения при приобретении жилья на условиях ипотечного кредита. И условия действительно достаточно очень льготные. Город готов взять на себя оплату первоначального взноса в размере 20% и в течение 10 последующих лет компенсировать ежемесячные платежи по этому кредиту. Первые 5 лет таким образом, что молодой специалист, поскольку он еще не имеет опыта стажа, может быть, квалификация необходимая для того, чтобы уровень заработной платы был выше, он платит 5 тысяч в месяц, остальное доплачивает город. По стечении 5 лет, следующие 5 лет он платит 10 тысяч, остальное доплачивает город. То есть вот на таких условиях мы готовы привлекать наших молодых специалистов, которые учатся сейчас и заканчивают медицинские учреждения, ну и, конечно, уже врачи и специалистов с опытом из других городов и регионов. Могу сказать, что эта программа, кстати, принята с 2014 года по 2020 год, но в этом году мы уже первые шаги сделали. Произведена корректировка бюджета, выделены первые 900 тысяч рублей для трех специалистов. Поэтому я думаю, что это нам позволит. Я не совсем понимаю, почему медицина областная, а средства на это идут из городского бюджета. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы для жителей города Череповца оказывалась квалифицированная своевременная медицинская помощь. И мы не остаемся в стороне, как я говорила, от решения проблем. Нас поддержали депутаты. Поэтому я думаю, что, ну, соответственно, департамент здравоохранения, конечно, сказал нам большое спасибо и сказал, берите пример всем остальным из города Череповца. Но, безусловно, мы этот вопрос поднимаем и на уровне области о том, что действительно, значит, надо такую аналогичную программу, наверное, разрабатывать и за счет средств областного бюджета. Но, скажем так, мы первые идем по этому пути. Хорошо, у нас есть очень много телефонных звонков. Касаются они все темы устройства, видимо, в детские сады. Давайте попробуем сейчас ответить на один вопрос, если успеем. Может быть, кого-то еще выведем. Добрый вечер, как вас зовут? Ваш вопрос. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. У меня мочка родилась в 2010 году, проживала в Зашистинском районе. Детский сад Дали в Заречье. А стоит на очереди, значит, в Зашистинском районе, в 8-й садик конкретно. Когда она может получить место в детском саду? Конкретно, может быть, в этом или в другом детском саду Зашистинского района. Ребенок в 5 утра собирается в детский сад и в 8 вечера почти приезжает обратно. Спасибо, спасибо. Понятен вопрос. Я думаю, что, да, не один зритель интересуется. Вот это обмен путевок вообще происходит как? Да, безусловно, проблема с обеспеченностью местами в детских садах Зашистинского района как никогда стоит остро. И вообще, если сравнивать остальные районы, то есть это первостепенная наша задача решить проблему именно по Зашистинскому району. Это район, в котором больше всех сдаются жилья, создаются новые семьи и так далее. К сожалению, на сегодняшний день порядка 1200 детей, зарегистрированных и проживающих в Зашистинской части города, вынуждены ездить в детские сады, в индустриальной части города и в Зареченскую часть города. Вот в конкретной ситуации я попросила обратиться, может быть, ко мне в приемную, либо на личный прием, поскольку надо посмотреть дату рождения этого ребенка, на каких условиях он пошел в детский сад Зареченскую часть города, был ли он снят с очереди, либо он остался в очереди до возможности получения места в Зашистинском детском саду, в районе Зашистинского. В любом случае, да, все зрители, которые к нам звонят, дозваниваются, они оставляют координаты. Я думаю, что наша зрительница тоже оставила. В принципе, можем как-то вот состыковать вас. Что ж, спасибо большое. Время эфира наше подошло к концу. Да, темы летнего отдыха не успели, к сожалению, мы затронуты. Хочу сказать, что до 1 ноября нужно успеть подать заявки на следующий год. И думаю, что это будет тема, может быть, еще следующей нашей встречи. Спасибо большое, Наталья Евгеньевна, заместитель мэра по социальным вопросам. Наталья Самчук сегодня была в студии прямого эфира программы «Серьезный разговор». Ну, а я с вами прощаюсь, вас благодарю. Увидимся в следующую среду. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова